В рамках 8-го Восточного экономического форума молодежное сообщество «Вызов» провело сессию «Наука в зеркале медиа. Ученые – новые лидеры общественного мнения». Во время круглого стола спикеры обсудили, как популяризировать и отражать науку в медиа. Впервые в нашей современной истории на такой горизонт поставлен приоритет не просто науки и техники, а ученого. И что ученые – это действительно одна из важнейших ролей в современном обществе. И очень много инструментов, институтов развития на это направлено сейчас. Популяризация науки, конечно же, один из приоритетов. Вообще в десятилетии три задачи, две из которых, на мой взгляд, напрямую связаны с популяризацией. Одна из них – это вовлечение в сферу исследований разработать, да, вот то, что говорили, чтобы больше молодых талантов приходило в науку. Сообщество «Вызов» создано с целью популяризации науки через социальные сети и формирования новых лидеров общественного мнения из молодых ученых. Мы понимаем, что главная проблема – это, конечно, кадры. Какого «Инсайд Пипл» совместно с сообществом «Вызов» готовы помочь заинтересованным ученым, как собрать аудиторию и какие должны быть первые шаги – все это расскажут блогеры-миллионники на мастер-классах. Любая интересная тема, тем более, когда она легко рожеванно откладывается, и ты начинаешь это вещать другим. То есть ты считаешь, науку популяризуешь. Откуда ты это узнал? Да посмотрел у него. Ай, посмотрю тоже. То есть оно все равно с сарафанным радио работает. Главное – просто под аудиторию подстроиться. На семинаре также присутствовал руководитель Владивостокского «Инсайд Пипл». По его словам, круглый стол и знакомство с коллегами позволит развивать новые направления и в Приморском крае. Благодаря нашим совместным усилиям сейчас с ДУФУ и с коллегами-учеными, что мы запустим тренд на эту историю. И у нас получится найти ребят, кто может грамотно и современно подать контент и идею свою, которым можно будет делиться, главное. И тем самым ученых будет больше становиться в нашем регионе. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.